Добрый день друзья с вами капитан Дэн Электрозмей и сегодня коротенькое видео о использовании так называемого пожарного УЗО. В современной электрике стала нормой использовать на вводе пожарное УЗО. В данном случае нарисована схема трехфазная. В чем нюансы его применения? Я основываюсь на своем опыте. Если у вас в одной щит отдельный, это главный распределительный щит ГРЩ или ВРУ в одно распределительное устройство, там обычно ставится входной автомат, он может быть с счетчиком уже стоять, то есть у некоторых на улице стоит такой большой групп ящик. Как правило там же сразу ставится пожарное УЗО, потому что оно защищает больше уже не человека и поэтому называется пожарным. Оно с большим током утечки 100 или 300 миллиампер. Оно ставится на самом-самом ходе, вводе в дом. Даже если у вас идет не очень длинный кабель из вводного щита до вашего дома, тем не менее его желательно защитить. Всяко может случиться, утечка, протечка, грызуны. Если у вас в доме дальше идет всего лишь один щит, нету каких-то особо длинных кабелей, раскиданных везде там по территории, дополнительные щиты. Я считаю целесообразным пожарный УЗО с током утечки с чувствительностью на 100 миллиампер. Если же у вас вдруг окажется не один ЩЕР, а один, а у вас будет еще там два, три, четыре и вот у меня в одном из домов их чуть ли не семь было. Естественно, это раскиданы везде кабели протяженностью сотни метров. Все это друг другом связано. В этом случае я рекомендую ставить уже не 100, а 300 миллиампер. Ну, для того, чтобы не было паразитное, скажем так, срабатывание. Где-то будут мелкие утечки, где-то переходные процессы. Ну, можно перестраховаться. То есть 300 миллиампер, если уже серьезно что-то случится, оно все равно сработает. Второй немаловажный аспект под красненькой надписью 300 миллиампер, я не случайно нарисовал букву С. Вот это УЗО должно быть селективным. Сейчас объясню почему. Вот тут вот, если посмотреть, у него после F24A, характеристика А у него, то есть даже не АС, а переменные постоянные. То есть это не самое дешевое УЗО. Оно на 0,3 ампера и оно, самое главное, что оно селективное. Оно сработает с задержкой, то есть оно, у него чувствительность, задержка где-то миллисекунды. У обычного УЗО или ДИФ-автомата, если я возьму там, не знаю, даже какой-нибудь недорогой андели, линейного, который на линии обычно ставится, у них утечка идет не селективно, там микросекунды. То есть там сотой части секунды, а у той десятой части секунды. Поэтому в случае срабатывания на линии, если у вас как бы все по-правильному сделано, у вас на вводе стоит такое УЗО, селективное, пожарное, и уже где-то на вашей розеточке, на отходящей линии стоит обычное УЗО ДИФ-автоматы. В случае какой-то утечки, они сработают быстрее, и это УЗО не сработает, не вырубит вашу всю сеть. К сожалению, неоднократно наблюдал ситуацию, что из экономии вот эта УЗО, она не дешевая, эта ББ-шка, она стоит, не могу, что-то в районе 7-8 тысяч, а то и дороже, но именно с такими характеристиками. А простые и не селективные можно купить за 3 тысячи, если они не супер-бренды, и чуть дешевле. И многие экономят, ну да, 5 тысяч лишних, то есть ставят обычное УЗО, ну как бы пожарное, но не селективное. И случается такая ситуация в некоторых схемах, проектов, экономии. Ну обычная схема, я сейчас просто рядышком поставлю, у вас на розеточке, например, стоит ДИФ или УЗО, а на свет, например, люди поставили автомат. Вот совсем недавно случился такой вызов, в общем, у них срабатывает на балконе, там что-то подзакоротило, начало срабатывать УЗО, причем входное пожарное. Но оно бы даже, может, срабатывало и селективно, если там ток утечки больше 300 мА. Линия была не защищена ни УЗО, ни ДИФ автоматом, поскольку ни одного ДИФа УЗО не стоит, то есть срабатывало общий УЗО и рубило всю квартиру. То же самое может происходить, если у вас утечка будет по одной линии, например, там по розеточке какой-нибудь, что-то случилось, где-то пробили кабель, не знаю, что-то протекло, начало срабатывать, и параллельно с обычным УЗО у вас будет сработать в одной. Если на нем весь ваш дом, все ваши нагрузки, значит у вас будет отрубать свет во всем доме, пока вы не решите проблему. Поэтому я рекомендую обязательно ставить селективное. Не обязательно супербрандовое, они есть подешевле. Я видел УТДМ, у еще кого-то стоимость подешевле, но вот на вводе, если вы уже приняли решение ставить пожарное УЗО, уже потратите тысяч лишних, поставьте его обязательно селективное. Оно есть двухполюсное, на одну фазу, на 1-0, на однофазную сеть. Я взял за правило, что я ставлю хотя бы одно УЗО, хотя бы одно УЗО, и за ним, например, 5 автоматов на свет. Тем не менее, я УЗО на свет ставлю, даже если этот свет в сухом месте, всякое бывает, соседи залили, шурупчик кто-то присверлил, что-то делал. Опять же, у вас будет проблема, у вас будет в одно и срабатывать. Если у вас не закрыт УЗО, опять будет вырубать всю квартиру, пока вы не решите проблему. Поэтому тоже не жадуйтесь, не экономьте одно лишнее УЗО на свет, оно не помешает, оно хотя бы селектирует у вас отключение, отключится какая-то одна группа. Вы там найдете, где утечка, и не будет вырубаться вся квартира. В одном из последних заказов я принял решение, оно подороже стоит, этот ДИФ автоматик, Шнейдер. Вон, значит, чем он мне понравился, он, как вы видите, занимает одну позицию на один рейке. Один модуль стандартный, они вот такие. И так получилось, что у людей уже собран щит, уже там все достаточно тисненько, не как я люблю, простора, запаса нету, все-все плотно. И вот как раз такая ситуация срабатывает, и возможно будет срабатывать, потому что там много что надо сделать. Неправильно замурованы подразитники, что-то там подтекает, возможно и в последующем сработке. В общем, принято решение заменить такой автоматик на вот такой ДИФ, не понадобится дополнительного места. Да, он стоил чуть дороже, он стоил там 2700, по-моему, почти 2800 в амперке, а не он покупался. Но зато это решит проблему селективность, то есть если что-то утечет на линии, что-то случится, он сработает, а пожарная зона у нас продолжит работать и сохранит нашу сеть запитанной от электроэнергии. Минимум, что я хотел рассказать про пожарную ЗО, с вами был капитан Дэн Электрозмей.